Порядка 50% детей Ненецкого округа смогут получать дополнительное образование бесплатно. Это одаренные перспективные дети и дети из числа льготных категорий граждан. Для остальных обучающихся с 1 января 2017 года кружки и секции будут платными. Однако полную стоимость родителям платить не придется. Львиную долю расходов взял на себя окружной бюджет. О реформе в системе дополнительного образования на пресс-конференции, которая прошла в нашей студии, рассказали советник губернатора Илья Иванкин и исполняющий обязанности руководителя департамента образования Лина Гущина. Повысить охват детей дополнительным образованием с 40 до 75%. Такую цель ставит департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа на 2017 и последующие годы. Мы выявили такую ситуацию, что у нас зачастую дети могут посещать, некоторые активные дети, у которых активные родители, мы понимаем, что они бывают по три, некоторые даже по пять различных направлений кружковой работы посещают. Но фактически охват детьми, именно если брать соотношение, сколько у нас детей, и именно выявили соотношение, кто эти дети, у нас охват состоял в 40%. Именно этим профильный департамент объясняет переход дополнительного образования на платную основу. Но платить за кружки и секции будут не все обучающиеся. А дарённых и перспективных детей включат в госзадание, и они смогут получать дополнительное образование бесплатно. Такие же условия будут распространяться и на детей из малообеспеченных семей, если среднедушевой доход на каждого члена семьи меньше 18 900 рублей в месяц. Стоит отметить, что получать образование бесплатно можно только по одному направлению. В разных учреждениях будут порядки приёма различные. То есть, если для музыкальных школ мы определяем, что это предпрофессиональное направление, оно в госзадании, все общеобразовательные будут на условиях софинансирования. Если это спортивная направленность, и там уже есть критерии малообеспеченности. То есть, просто порядки приёма в разных учреждениях различны. То есть, на каких условиях. Поэтому здесь позиция разная. Дети, не вошедшие в госзадание, без поддержки округа не останутся. Для них будут действовать условия софинансирования. То есть, 20% стоимости кружка платит родитель, 80% – округ. На сегодня самые дорогие услуги в музыкальных школах и некоторых спортивных секциях. Самые бюджетные – в домах детского творчества. Кроме введения платных занятий, учреждения доп. образования ждёт реструктуризация. Она направлена на сокращение административного персонала и повышение эффективности деятельности организации. Мы сейчас встречаемся со всеми директорами образовательных учреждений дополнительного образования Нинистского автономного округа. Например, в одном из учреждений штатная численность – 18 человек. Из них педагогов только трое. И вы должны понимать, что только три педагога из этих 18 человек оказывают услугу, непосредственно работают с детьми. Все остальные – они просто-напросто обеспечивают их деятельность. Но понятно, что это чересчур перекос, потому что всё-таки основных работников в учреждениях образования, а именно педагогов, преподавателей, должно быть больше, чем обслуживающего персонала. В результате реструктуризации организационно-правовую форму сменят следующие учреждения. Спорткомплексы «Норд», «Лидер» и «Старт» объединяются в одно учреждение. Слияние ждёт детские школы искусств, посёлка Искатели и Наринмара, а также поселковый дом детского творчества и ДЮС США посёлка Искателей. Городской дом детского творчества станет структурным подразделением школы имени Антона Пырерки, в здании которого сегодня располагается учреждение. Для родителей, для детей никаких изменений в части оказания услуг не произойдёт. То есть на тех площадях, на которых получали услуги дети, с теми тренерским составом, да, мы понимаем, что по максимуму это все позиции будут отработаны, вот так же будут дети и продолжать работать. Будут заключаться договора с родителями на оказание услуг. Если в госзадании, то, понятно, бесплатных. Если в рамках софинансирования, значит, в рамках софинансирования. Сегодня в учреждениях идёт подготовительная работа, в том числе мониторинг востребованных и не очень направлений. Причём отбор делают сами дети и их родители. Непопулярные направления будут перепрофилировать или закрывать. Итогом больших преобразований, по мнению департамента, должен стать охват дополнительным образованием в 75%.